Ребят, всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам немножко о том, как работает прокуратура у нас. Я думаю, многие с ней сталкивались, многие знают, что там происходит. Расскажу вам о работе прокуратуры на конкретных примерах по нашим видео. Значит, вы помните, что совсем недавно вышло видео на канале, вот это видео, в котором фигурировал водитель, который ехал в Кировоградской области, был остановлен сотрудниками полиции новой-старой. В процессе общения водителя вытащили с машины, начали оскорблять. К счастью, все это водитель удалось зафиксировать на видеокамеру, на свой телефон. После публикации видео был большой резонанс, люди писали, просили наказать, в общем, все как всегда, Кроме одного момента После этого видео на связь со мной вышел человек Он оказался адвокатом с города Кривого Рога Он вызвался помочь Он попросил связать его с человеком, который снимал это видео И совместно они подали жалобу в прокуратуру, которую успешно завернули В прокуратуре завернули В связи с тем, что, посмотрев видео, они, естественно, не нашли никаких нарушений И все было в рамках закона И бла-бла-бла-бла-бла И, в общем, все как обычно Ребята молодцы, они не сдались Они пошли в суд И суд обязал прокуратуру открыть Внести данное событие в ЕРДР И открыть уголовное дело и расследовать его Сейчас это дело находится в стадии расследования То есть по-прежнему сотрудник этот Кировоградский Продолжает выходить на работу, работать успешно Но я надеюсь, что совместно с вами Если мы это дело не будем оставлять на самотек Мы добимся того, что подобных мудаков Просто будут увольнять, наконец-то Если это не поможет видео Значит мы будем собираться возле прокуратуры И требовать от прокуратуры конкретных действий И пусть они нам лично объясняют, почему они в подобных видео Не видят никаких нарушений Ну если с этим видео более-менее все еще понятно То со вторым подобным я вообще не понимаю, что произошло Значит и речь идет о видео, в котором фигурировал господин Борук Борук это, я вам напоминаю, сотрудник полиции уже теперь Который раньше работал в ГАИ в городе Черновцах Который был сполично пойман нами в свое время на взятки Он, ну это один из милых людей Который оставлял водителю за пьянку со взятки Оставлял ему сдачу на то, чтобы водитель смог выпить кофе и покушать Смотрите, я вам дам, чтобы вы могли покушать Как оно, тоже не будет как красивее Возьмите, покушайте Я вас сдаю, сдаю, просто интересно, как вы в полиции Там сейчас есть какая-то Я вас сразумею С другой стороны Сейчас скажу, что вы ему участвовали Попорядка про телеком, что не сдаете Здесь такой себе благородный человек Это видео было опубликовано Уже когда Борук работал в полиции Полиция возмутилась как так, что такие люди просочились в нашу структуру Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бать И вроде бы как начали расследование Расследование опять завернули До тех пор, пока не приехал журналист Всем известный господин Тимофейчук Который ведет программу «Иллюстратор» Я тоже не заинтересовался этим вопросом И не написал свое заявление в прокуратуру Значит, на днях пришло ответ от прокуратуры По поводу обращения господина Тимофейчука В связи с тем, что он был недоволен такой ситуацией Как это вот такой сотрудник, который брал взятки И это все зафиксировано на видео Работает в новой полиции Прокуратура долго-долго это расследовала И дала просто гениальный ответ По моему мнению, который просто Ну это не просто высер всем нам на голову Это плевок просто с разбега Значит, вы можете по ссылочке ниже Почитать статью, которую написали ребята Черновцов по поводу ответа Со всеми скриншотами по поводу ответа прокуратуры Но в двух словах я вам скажу Что прокуратура, посмотрев это видео Она, значит, ссылаясь на то, что У Борука не были найдены эти деньги Которые фигурируют на видео То есть, видео было снято За год до того Ну где-то не за год, где-то месяцев за восемь До того, как прокуратура начала расследование И прокуратура, когда начала расследование Закрыло уголовное дело на Борука Мотивирует это тем, что Когда они начали расследовать это Они не нашли у него деньги Которые были на видео Которые были даны ему в качестве взятки То есть, ну вот восемь месяцев У человека было просто эти деньги Я не знаю там, что с ними сделать Прокуратура их не нашла Плюс ко всему они взяли Взяли за основу показания Борука О том, что Послушайте, только вдумайтесь в это Это на полном серьезе люди дают в ответе В официальном Значит, уголовное дело на Борука закрыто В связи с тем, что он дал пояснение о том, что Это все монтаж На видео не он И вообще это все не то И плюс ко всему Он не давал согласия На данную видеосъемку Вы представляете уровень маразма? То есть, теперь, чтобы словить коррупционера И посадить его в тюрьму Или хотя бы уволить Необходимо предупредить его о том Что вы будете вести видеосъемку Спросить ему разрешение Потом доказать, что ты не тюлень Что ты это не смонтировал Потом вызвать прокуратуру Изъять деньги у него припонятых И только тогда вы можете рассчитывать на то Что данного мудака могут уволить Я думаю, что комментарии здесь излишни Я думаю, что вы прекрасно понимаете Что прокуратура давным-давно Уже привыкла плевать гражданам в лицо Вытирать о них ноги И абсолютно не считается с их мнением Нас считают абсолютно серой массой Быдлым, которым Просто не то, что задавать вопросы Каждое ваше заявление в прокуратуру Расценивается как личная обида прокурору То есть, он считает, что если вы подаете Какое-либо прошение Наказать того или иного человека А вы просто отрываете их от супер-пупер важных дел От отмывания, крышевания Деребания и прочее Но я думаю, что так продолжаться вечно не будет Мы обязательно эти дела будем держать на контроле Также, ребята, я вас очень прошу Тоже не оставляйте без внимания эти дела Интересуйтесь, звоните Все, кто находится в городе Кропивницком, Кировограде Кировоградской области Пожалуйста, звоните в прокуратуру Интересуйтесь, как продвигается дело Какие факты были выявлены То есть, я оставлю в комментариях Информацию об адвокате, который ведет это дело Связывайтесь Если у вас есть возможность помочь Пожалуйста, помогайте По Боргу тоже вопрос не закрыт Боргу мы передаем большой привет Мы обязательно еще поднимем вопрос У прокуратуры обязательно узнаем Как же так, почему она так себя повела И что они собираются дальше делать С этим ценным кадром в полиции Значит, еще хотелось бы рассказать вам О казачках новомосковских Которые недавно были пойманы Зафиксированы мной на трассе Днепр-Харьков Значит, по ним прислали полный расклад Кто, что, откуда они, где живут имена, фамилии Всю эту информацию я отправляю в полицию И жду ответа по поводу полиции и реакции Если реакции не последуют Тогда мы соберем собрание людей Недовольных всей этой ситуацией в городе Новомосковске Возле полиции, возле прокуратуры И будем требовать конкретных действий По привлечению данных людей к уголовной ответственности Всем привет, друзья Подписывайтесь на канал Пишите комментарии Не оставляйте подобные случаи без внимания До встречи Пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok